Севастополь На мемориальных досках 251 фамилия. Сотрудники милиции, защитники Севастополя во время Великой Отечественной войны. Было их, конечно, намного больше. Это лишь те, кого удалось установить. Посреди памятника скульптура Василия Ивановича Бузина. Это он руководил севастопольской милицией во время обороны города. В руках держит последнее написанное жене письмо. Бузин вместе с подчиненными за город бился буквально до последней капли крови. Погиб в 42-м на 35-й батарее. Это последний рубеж обороны Севастополя. Когда мы сегодня увидели нашего дедушку, весь рост там стоит и, так сказать, собрал вокруг себя свой отряд, это, конечно, просто действительно память для всех нас. Удары этой страшной войны Севастополь принял первым в 3 часа ночи 22 июня 41-го. Сразу после ударов немцев Василий Бузин перевел милицию в казарменное положение. Домой уйти уже было нельзя. В хаосе войны именно милиция обеспечивала порядок. Известно о подвиге участкового полномоченного Ивана Ильича Гармаша. Корабельная сторона. Он десятки людей спас из заваренных убежищ, подвалов. И в декабре 41-го он бросился на помощь пострадавшим от взрыва во время авианалета. Многие из них ушли на фронт и стали партизанами. Сотрудников милиции становилось все меньше, а обязанностей больше. Работали по законам военного времени. Заморозерство расстреливали. Мобилизация и эвакуация жителей тоже была задачей правоохранителей. Среди этих фамилий немало героев, но награды своих владельцев нашли не сразу. Орден Красной Звезды родственникам Василия Бузина вручили в сентябре прошлого года. Тогда и родилась идея создания такого памятника. Наша страна всегда была национальной семьей. Подтверждение тому имена и фамилии представителей разных народов на этих гранитных плитах. Символично, что мемориал, в центре которого расположена скульптура капитана милиции Василия Ивановича Бузина, открывается 2 июля. Именно в этот день, 1942 года, он погиб на последнем оборонительном рубеже, до конца выполнив свой долг. Все они так и не смогли вернуться домой, но их дело продолжают потомки. Сегодня звание полицейского носят тысячи жителей города. Яна Щербатая, Андрей Терентьев, Никита Кальченко, Вести, дежурная часть.